Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Клуб любителей динозавров, и наш сегодняшний выпуск будет посвящен следам доисторических животных. В палеонтологии есть целый раздел, который занимается изучением следов жизнедеятельности доисторических организмов. Эта наука называется палеоихнология, от слова «ихнос», что обозначает «след». Как же могли сохраниться доисторические следы? Те, кто был на нашем занятии в прошлую субботу, уже знают ответ на этот вопрос. Например, могло быть так. По мокрой глине прошло какое-то животное, и в мягкой глине остались отпечатки конечностей. Потом глина высохла, и оставшуюся ямку заполнил осадок. Это мог быть песок, ил или вулканический пепел. Со временем все это затвердило. Таким образом, окаменевшие следы могли сохраниться. Конечно, лучше всего, когда остается не единичный отпечаток, а целая цепочка следов. В этом случае у ученых есть шанс извлечь гораздо больше полезной информации. Что же можно узнать о животном по следам? По ископаемым отпечаткам следов можно определить, на скольких конечностях ходило животное, на двух или на четырех, касалось ли оно земли хвостом, или, может быть, волчило по земле брюхо. По ширине шага можно узнать размер животного. Также по следам видно, как ходило животное. Опиралось оно на всю ступню, или ходило только на пальцах, как, например, ходили динозавры. По цепочке следов можно определить, каким аллюром перемещалось животное. Ползало ли оно на брюхе, ходило шагом в развалку, или, может быть, это животное умело бегать. В некоторых случаях по следам удается определить то, что нельзя определить по скелетам. Давайте рассмотрим несколько примеров. Одна из главных и самых сложных задач при изучении следов – это определить, кто наследил. В палеонтологии крайне редко бывают случаи, когда рядом с отпечатками следов находится само животное, которое их оставило. Но иногда ученым везет. На одном из предыдущих занятий мы рассказывали о том, что в России на побережье Белого моря нашли отпечатки докембрийских организмов, в том числе йоргии. От йоргии нашли не единичные следы, а целые цепочки следов. И ученые обратили внимание, что эти цепочки выглядят по-разному. На всех отпечатках в одном и том же месте мы видим впадины, и на последнем отпечатке на этом месте выпуклости. Сначала ученые не могли найти этому объяснение. Но потом решение все-таки было найдено. Оказалось, что последний отпечаток – это не след йоргии, а отпечаток самой йоргии. Причем это следы не перемещения йоргии, а питания. То есть это такие проплешины. Йоргия выедала бактериальный мат на морском дне, и оставались такие следы. И только последний отпечаток является отпечатком самой йоргии. Итак, в редких случаях можно сказать точно, кто оставил этот след. Во всех остальных случаях можно описать, каким был тот, кто здесь наследил. Причем это не фантазия ученых, а данные науки, которые называются биомеханика. Посмотрите на эту картинку. Здесь вы видите следы животного, которое является переходной формой от рыбы к земноводным. Это одна из первых попыток четвероногих выбраться на сушу. И видно, как ученые реконструировали способ перемещения этого животного. А теперь давайте вспомним, чем отличались динозавры от других доисторических рептилий. Если вы еще не научились различать динозавров и не динозавров, смотрите наше видео «Введение в палеонтологию». Ссылку на это видео вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Если совсем кратко, то вся разница в строении конечностей. У динозавров ноги подпирают тело снизу, как ножки-табуретки. У рептилий, которые не являются динозаврами, ноги расставлены в сторону. Таким образом, по расстоянию между отпечатками левых и правых конечностей можно определить, как животное ходило, расставив ноги или ноги были под телом. Интересные исследования проводят в последние годы в Польше. Там в одном местонахождении идут подряд слои триасового и пермского периода. В нижних, более древних, пермских слоях находят множество следов рептилий, которые ходили широко расставив ноги. Вот здесь мы видим подобные следы. Сразу должна сказать, что эта фотография не польская, а этот снимок южноамериканский. Примерно вот так выглядело животное, которое оставило эти следы. После этого идет почти пустой слой, который накопился во время массового вымирания, когда следить особо было некому. А дальше в более молодых триасовых слоях появляются многочисленные мелкие отпечатки животных, которые перемещались на прямых ногах. Ученые считают, что эти следы принадлежат предкам динозавров. Вот это существо ученые назвали прорутодактиль, и его считают предком динозавров. И прорутодактиль уже перемещался на прямых конечностях. На фото слева вы видите ископаемые отпечатки следов прорутодактиля. А теперь посмотрите на картинку справа. Здесь разными цветами отмечены отпечатки передних и задних ног. Отпечатки задних ног оранжевые, и мы видим, что они частично перекрывают следы от передних ног. Это говорит о том, что прадедушка динозавров уже не ходил в развалку, а мог бегать. Кстати, прорутодактиль – это так называемый ихнотаксон. Так называют группы животных, от которых найдены только следы. То есть описание всего животного сделано только на основании ископаемых отпечатков конечностей. В начале выпуска я упомянула о том, что иногда по следам животных можно узнать больше, чем по их скелетам. Давайте рассмотрим один такой пример. Довольно долгое время учёные обсуждали, могли ли зауроподы ходить на двух ногах. На всякий случай я напомню, как выглядели зауроподы. Это огромное травоядное животное, масса которых достигала нескольких тонн. Итак, могли ли они ходить на двух ногах? По идее, прямым доказательством могло бы быть, если бы учёным попалась цепочка следов, оставленная только двумя ногами зауропода. Недавно учёные такие следы нашли, но вопросов только прибавилось, поскольку это были отпечатки передних конечностей. Мог ли зауропод ходить, опираясь только на передние конечности? Ходить, пожалуй, всё-таки не могло. Зато могло плыть. Вот примерная реконструкция того, как могли появиться подобные отпечатки. То есть животные сначала шли по мелководью и оставляли обычные отпечатки всех четырёх конечностей. Потом вода стала глубже, и они поплыли, слегка поджав задние ноги и опираясь о дно с самыми кончиками передних ног. Это тоже следы завроподов. Ой, неужели завроподы могли ходить по стенам? Нет, это причуды геологии. Здесь мы видим слой земной коры, который поднялся и оказался почти в вертикальном положении. В то время, когда по нему ходили динозавры, он лежал горизонтально. О каких ещё особенностях поведения животных мы можем узнать по следам? Например, мы можем узнать, жили ли эти животные поодиночке или стадами. Или, если мы говорим о хищниках, мы можем узнать, какой стратегии охотной придерживался этот хищник. Охотился ли он в одиночку? Или, может быть, подобно волкам, эти животные охотились в стае? Давайте рассмотрим два случая охоты. Оба этих случая были расследованы учёными по окаменелым следам. В обоих случаях у нас есть следы травоядного динозавра. Он здесь обозначен зелёной стрелкой. И есть следы хищника. Хищник здесь обозначен красным. На картинке слева хищник бежит зигзагами. А на картинке справа преследует свою добычу по прямой. Учёные считают, что в первом случае хищник видел не очень хорошо, зато обладал прекрасным обонянием. То есть он преследовал свою добычу, ориентируясь в основном на нюх. А во втором случае хищник ориентировался на зрение. Поэтому ему не нужно было бежать зигзагами. Он мог бежать прямо по следу жертвы, не теряя её из вида. И в конце, как обычно, домашнее задание. Попробуйте угадать, какой из этих динозавров оставил какие следы. Ссылку на файл с домашним заданием вы найдёте в описании под видео. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А на сегодня это всё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok